МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 13 января отмечается День российской печати. Он связан с исторической датой, началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указан Петра Великого. 2 января 1703 года, 13 января по новому стилю, в Москве вышел первый номер русскоязычной печатной газеты под сегодняшним названием «Санкт-Петербургские ведомости», который тогда назывался «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в московском государстве и военных окрестных странах». Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации в 1991 году, 13 января, официально учрежден Днем российской печати. Сегодня журналисты всей республики принимают поздравления, ведь это их профессиональный праздник. Среди них лучшие сотрудники холдинга «Нью Медиа Групп» были особо отмечены представителями всех уровней власти. «Профессия журналиста, профессия работников средств массовой информации, конечно, она очень почетна, она очень уникальна, интересна и, конечно же, она очень ответственна. Вы в режиме, иногда и прямо в реальном времени, вы круглые сутки даете информацию жителям республики Бурятия о происходящих событиях в нашей республике Бурятия». Награждается генеральный директор телекомпании «Мир Байкал» «Восток Медиа Групп» Анжелика Викторовна Мешкова. «Нью Медиа Групп» — это холдинг нового поколения. Он был основан в феврале 2021 года и включает в себя телеканал «Мир Байкал», еженедельники «Московский комсомолец Бурятии» и «Новая Бурятия», а также информационное агентство «Восток Теленформ» и более 10 пабликов в социальных сетях. «Мы прекрасно понимаем ту ответственность, которая на нас возложена. Мы постоянно говорим, что мы отвечаем за каждое слово, которое мы написали в газете, за каждое слово, которое мы выпустили в эфир, за каждую информацию, которая попала в интернет. Да, это было не очень простое время, связанное с ковидом, с этой ситуацией. Хочу сказать, что указом президента средства массовой информации были отнесены к непрерывно действующим производствам, и мы не переставали свою работу, не прекращали свою работу, несмотря на самые трудные времена». Стас Белобородов, главный редактор газеты «МК в Бурятии», говорит, что профессия журналиста накладывает на себя определенные обстоятельства. «Если бы я был бы работником агропромышленного комплекса, или был бы врачом, или был бы учителем, я бы говорил о том, что для меня значат вот эти профессии в дни профессиональных праздников. Ну, а я журналист, и всю жизнь проработал в средствах массовой информации, поэтому для меня это моя жизнь, прежде всего. И я каждый год вот в такие дни, наверное, анализирую, о том, соблюдал ли основные требования, предъявляемые к представителям этой профессии. А у нас основное требование – это объективно, оперативно и достоверно. Несмотря на баталии, ведущиеся в информационном поле республики, сегодняшний день объединил власть и журналистов Бурятии под флагом Дня российской печати. Поздравляю всех своих коллег, сотрудников телекомпаний, газет, радиостанций, всех, кто хоть как-то связан со средствами массовой информации. Я поздравляю с этим праздником, вы самые крутые. Во-первых, хочу поздравить всех коллег, сказать спасибо нашим директорам, вашим директорам, да, это наши зрители. Они смотрят, значит, мы в топе. Спасибо, что читаете, смотрите, и благодаря вам мы получаем такие высокие награды. Всех коллег поздравляю с профессиональным праздником, с Днем российской печати. Ну, вообще, ощущения нереальные, просто я совсем в другой сфере, и теперь награды получаю очень приятные, что действительно замечаю то, чем мы занимаемся. Коллег всех поздравляю с профессиональным Днем российской печати, Днем российской журналистики. Желаю творческих успехов, желаю соблюдения непреложных правил, кооперативность, объективность и достоверность. Коллеги, нам острого пера, четкого фокуса и хороших новостей. Спасибо большое. Софья Ведокимова, Эдуард Джимсаранов, Алексей Унагаев, Николай Манжуев. Программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».